всем привет уважаемые друзья канала subi news с вами василий миколенко и у нас сегодня в студии юрий гимельфарб всем вам хорошо известный здравствуйте юрий добрый день василий здравствуйте дорогие зрители уважаемые друзья конечно же разрешите вас поздравить с новым годом со всеми новогодними праздниками и естественно пожелание самое главное например у меня будет такое чтобы этот год стал первым годом без путина чтобы в этот год путин куда-то исчез я думаю что юрий частично вы поддержат мои пожелания и конечно же скажет свои я правильно да я не частично я полностью поддерживаю эти ваши пожелания потому что ну пардон то что мы наблюдали в прошлом 2021 году но это уже извините меня это вообще уже за гранью хотя бы лишь только потому что мы с неприятным удивлением обнаружили что владимир путин он не совсем того не совсем здоров в смысле ментально ну давайте вот я просто друзья мои просто напомню ну вообще вот этот вот бред по поводу аватаров нет метавселенной аватаров граждан которые должны должно защищать государство но это что такое это его заявление о том что он шернулся каким-то назальным спреем в виде порошка от ковидлы но как потом нам пояснил дмитрий сергеевич песков оказывается это была жидкость но уже на этом минуточку огня топтался по моему только ленивый по этому поводу уже олег ломовой написала прекрасное стихотворение если позволите темпераментная девка вокзальная после секса заплетая косу рассказала что вакцина назальная от заразы защищает в носу рассказала что вакцина ректальная может попе от заразы помочь есть хорошая вакцина оральная генитальная глазная и прочь есть вакцины что парами вдыхаются каплы капсулы таблетки драже есть которые под кожу пихаются их немало напихали уже те вакцины на руси производятся побеждая и склероз и понос и бесплатно населению вводится через ухо попу горло и нос темпераментная девка вокзальная рассказала надевая трусы есть хорошая вакцина назальная ты привейся хороняка не ссы это дело ясен пень добровольная процедура коротка и легка все привиты гуляют довольные но те которые живы пока ты тусуй да голосуй да прибухивай ты державу обожай и крепи и назальную вакцину принюхивай и ректальную вакцину терпи чтобы тело антителом пропитана чтобы напрасно мужичок не роптал им назальная вакцина испытана остальные он пока никто ради мира как герою положено он подставил и плечо и ноздрю в нос ему была вакцина заложена антиваксеру в укор упырю возбудилась на картинку околица на волшебные вакцины пары ох и нюхает она ох и колется только жопу бережет топоры самочувствие у многих нормально всюду песни хоровод караваль ты назальная давай до оральная но ректальная пока не давай но в критической какой ситуации мы допустим и до задней двери наши попы для родной вакцинации под ректальную вакцину бери неча чипами пугать до химерами мы ломаем все химер через хер русь богата героизма примерами от вакцину замихнул например отвлекись от перфоратора шпателя санкционной не кусая на нас добрым словом подари испытателя что нюхнул и укололся за нас темпераментная девка вокзальная на прощание пустила слезу а в носу у ней вакцина назальная и глазальная вакцина в глазу ну вот извините меня василий но вот я просто задаю уже вам вопрос вот это что это вот всерьез можно относиться товарищу который заявляет подобное наконец финала пофигей то что он заявил на своей извините за выражение пресс-конференции когда на вопрос а на кой чё у вас войска придвинуты границам украины он отвечает а как техас и калифорния вошли в состав соединенных штатов гусары молчать далее я ведь и дальше могу продолжить дайте нам немедленно гарантии что вы не будут не будете размещать в украине ударное вооружение василий вы меня извините но это я прошу прощения но это все равно что вот мы мне сейчас скажете юра дай мне гарантии что ты не переспишь с моей соседкой так минуточку а я что я имел намерение эти я знаю вашу соседку нет не знаю я извините делать этого не собирался то же самое ему байден отвечает минуточку а мы что мы собирались в украине размещать ударные вооружения ну вы понимаете что это уже речь идет о неадеквате и после этого какой вы ждете от меня ответ хочу ли я чтобы этот год уже был после владимира владимировича вы знаете я вот завершая ответ на ваш вопрос я скажу так я будучи в израиле обращался к некоторым психиатрам я не шучу именно к психиатрам с просьбой прокомментировать в эфире с медицинской точки зрения к сожалению они отказались и они объяснили почему я несколько людей спрашивал нет они объяснили почему они сказали что в израиле очень серьезно относятся к понятию диагноз и заочно такие диагнозы ставить нельзя для этого нужно клиническое обследование что путин даст себя клинически обследовать поэтому они отказались но без камеры у вас приличный канал василий и я не берусь сказать озвучить в эфире то что мне сказали но я намекну об этом хорошо сказал покойный борис ефимович немцов я думаю да конечно я хотел бы уточнить что стишок конечно замечательные веселый но вы употребили около 20 раз запретное слово за которое это видео боюсь попадет в стопку но в любом случае конечно же было интересно послушать вы говорили вы говорили о психиатрах юрий психиатра отказались ставить диагноз а как насчет политика ведь израильских политиков я имею ввиду ведь возвращаясь к событиям года мы с вами можем вспомнить например что в самом его в самом его начале еще 5 января иранский парламент принял закон обязывающий как там говорится обязывающий правительство ирана уничтожить израиль в 2041 году то есть на уничтожение страны израиль ирану выделено 20 лет такой ну срок за который наверное стоит призадуматься в том числе и о том а как насчет того что путинско-фашистская федерация оказывает всемирную поддержку и а ядерными реакторами вооружением ирану иранские правители предыдущий пример например до сих пор продолжают теснейшее сотрудничество с путиным приезжают там на парады победы в колорадских ленточках и так далее нет ли здесь какой-либо двойной морали как посчитать не здесь для того чтобы вы поняли что это не двойная мораль я объясню но боюсь что мой ответ многим не очень понравится дело в том что израиль действительно поддерживает достаточно плотные взаимоотношения с кремлем это действительно так потому что непосредственно с россией израиль не воюет это не 1967 год нет сейчас этого нет однако поддерживая определенные взаимоотношения с кремлем тем не менее израиль он в частности совершенно не стесняется выполнять свои боевые задачи в той же сирии вы задали вопрос про иран но я немножко отвлекусь на сирию дело в том что мы помним летом когда израильские самолеты израильских ввс f-16 они прикрылись российским транспортом которые сирийские пвв избили сейчас вот в конце декабря было тоже самое они разбомбили f-16 они разбомбили груз с оружием который был в порту латаки вот тоже сделали это под прикрытием российского самолета конечно российские официальные лица они начали подняли виска в частности есть такой эксперт якобы заслуженный летчик российской федерации владимир попов он регулярно высказывает на подобные вещи на авиационные темы в русле кремлевской политики это очень замечательная личность например летом он нам всем поведал что все европейские страны особенно страны балтии пострадают от запретов на полеты над белоруссией потом он рассказал нам о композитном крыле которая выведет россии из-под давления запада а в августе он объяснил газете московский комсомолец почему картавых не берут в авиацию выдающиеся личности очень выдающиеся так вот собственно говоря израиль цахаль и ввс цахаль они плюют просто-напросто на эти заявления ну полуофициальных лиц и продолжают делать свое дело то же самое и будет с ираном я напомню что россия поставляет ирану различные компоненты для его ядерной программы которые израильские ввс разносят время от времени вдребезги и напополам ну и дальше будет то же самое как говорится хотите попытаться уничтожать израиль флаг вам в руки барабан на шею билет на елку и три пера в пигиде чтобы рулить по ветру было удобнее это пожалуйста пожалуйста никто не возражает тем более что у израиля же нет ядерного оружия просто если понадобится мы его применим это понятно это понятно вот так что в этом плане ну сказали и сказали в израиле достаточно спокойно относится к словам и предпочитают прагматичную политику вот ну я ответил на ваш вопрос да 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 конечно конечно юрий вы кстати помните что мы начинали с вами поздравления с того пожелания чтобы не было в этом году путина тем или иным ну желательно иным методом наверное и в этом отношении конечно же вспоминаются те прогнозы которые в предыдущие годы делал человек который обладает большой аудиторией которому почему-то верят и все прекрасно помнят наверное только совсем уже упоротый человек который не видит практического смысла в словах он может только говорить что этого не было этот человек это конечно же наш любимый дорогой профессор Сарсаловей заявлял о том что Путина уже не будет в российской политике в 2022 году это цитата друзья ну мы с вами как люди трезвомыслящие всегда трезвые но всегда трезвомыслящие мы с вами знаем что 1 января и сегодняшняя дата 2 января это в том числе уже 22 год поэтому Путина уже не должно быть очередное балабольство как вы думаете насколько Юрий какой жирноты крест поставят на прогнозах этого деятеля его же дорогие слушатели ну и некоторые наши ну вообще Василий при всем уважении я должен вас поправить на самом деле Валерий Дмитриевич Соловей прогнозировал что уже в январе 21 года Владимира Владимировича не будет это был предыдущий прогноз также он говорил что он нашел у него узрел кардиостимулятор что Владимир Путин болен там раком крабом лобстером осьминогом медузой я не специалист в этом я не знаю это это мы уже много раз слышали но опять же мой ответ скорее всего многим не понравится я скажу следующее что верили верят и будут верить фанаты будут верить всегда и всему что бы ни произошло как бы ни произошло они будут в это верить ну понимаете ну как говорится я напомню что звезда Валерий Дмитриевич Соловья она взошла в ноябре двадцатого года когда он практически с математической точностью предсказал появление пакета клишеса о ограничениях интернета но это не секрет такой инсайт мог быть однако после этого начались инсайды ну из серии мама не горелый что у него инсайд о здоровье Путина я тогда я тоже напомню Василий я тогда вытрачил глаза и говорю ребят вы меня извините о таких вещах знают людей меньше чем пальцев на руке вычислить такого инсайдера на раз он вычисляется вы о чем несете какие инсайды вы о чем да косвенно об этом начиная уже с двадцатого года говорили многие в том числе и вот у меня на канале выступал Геннадий Владимирович Гудков но он так говорил про вот это а не про там лобстеров омаров раков с пивом или без я не знаю но он говорил но о том что уже видно все ну все уже это видят все уже ну такие вот такие прогнозы что Путин будет Путина не будет ну извините меня есть много деятелей которые то у которых тоже прогнозы не сбывались тоже помним уже называть даже не хочу про то как да и был инсайд о том что собираются доллар опустить до ну опустить до 40 рублей за доллар а потом к новому году к 2020 будет он по 120 ну ребят ну что ну все уже это увидели потом этот же деятель заявлял о том что вы имеете ввиду наверное Александра Сотника если я не ошибаюсь ну да его потом он был эпичней нам инсайдер продолжается ну и что и вы считаете что у него аудитория что ли уменьшится нет фанаты были есть и будут они останутся поэтому вот здесь я говорю я уверен многим вот то что я сейчас говорю очень не понравится но я говорю так и в Украине они будут и в России они будут и во всем мире они будут ну никуда здесь не денешься да я вам больше скажу вот я нахожусь в Израиле вы чё думаете я тут ваты что ли не встречаю о мама не горюй полно ваты особенно вот вы не забывайте Василий в каком городе я живу в Израиле это город называется Батьян это южный пригород Тель-Авива так вот Батьян называют русской столицей Израиля хотя правильнее было сказать русско-украинско-белорусская столица Израиля здесь действительно 130-тысячный городок но концентрация русскоязычного населения выходцев с Украины Белоруссии и России здесь самая большая тут иногда вот действительно можно сзади не услышать ни слова на иврите я говорю серьезно так вот я вам смешнее скажу вы знаете среди кого больше всего здесь ваты они там народную республику не собираются делать из Донбасса правильно вы угадали из Донбасса ненавидят Украину боготворят Путина я пытаюсь вот задать вопрос хрен вы сюда приехали ну ехали бы в Россию чего вы оттуда Россия воспринимает и так далее дает вам паспорта нет они ломанулись в Израиль и понеслась казап ипподром то есть здесь это и вот здесь то же самое но абсолютно то же самое вы про соловья задали вопрос будут ему верить будут адепты будут никуда не денется а вы что думаете вот яблоко пожалуйста уж как Григорь Алексеевич отметился в уходящем 2021 году ну тут уже все руками развели а вы комментарии у меня почитайте когда мне начинают адепты яблоко нести вот эту околесицу так что буду извините если разочаровал да хотелось бы чтобы люди немножко умнели и немножко отличали тех кто их зря не обнадеживает тем более если это делается по чьей-либо указке это еще более печально в любом случае человек который так постоянно врет наверное не должен служить столько доверия от людей но люди они имеют породу и природу такову что они верят в сказки и видимо им сладкие сказки приятнее чем горькая правда к сожалению вот мы поздравляли и желали чтобы Путина не было в этом году но к сожалению при современном уровне развития развития западной подчеркиваю медицины Путин еще может спокойно до 100 лет себе терроризировать российский народ и при этом не являясь никаким президентом а конечно же террористом оккупантом узурпатором который ликвидировал выборы и захватил власть и уничтожает конечно же своих политических оппонентов кого-то физически кого-то просто садят за решетку возвращаясь к событиям этого года 17 января ну понятно что самые два ярких наверное политика последних лет это Немцов и Навальный Немцова Путин убил Навального посадил за решетку именно 17 января этого года Алексей прилетел во Внуково Внуково он не смог сесть их посадили в Шереметьево и там уже его по заявке в СИН арестовали в аэропорту прямо и конечно же вот практически год прошел с высоты этого полета с высоты этого года Юрий ваше мнение а не стоило ли все-таки Алексею воздержаться до лучших времен накапливая какой-то политический опыт проводя информационную работу с возвращением в заведомо тяжелые условия я имею ввиду конечно же в лагеря и в тюрьму безусловно такой вариант был наиболее вероятным может быть кто-то ему что-то пообещал на западе как вы оцениваете эту ситуацию вообще стоило ему приезжать или нет вот именно по прошествии года что вы думаете значит по прошествии года мне тем не менее очень сложно ответить на ваш вопрос однозначно конечно сев в путинскую тюрьму Навальный поднял свой авторитет на небывалую высоту и теперь вот все эти критики Навального ну он их просто обезоружил и в частности я говорил что когда Алексей был на свободе к нему были вопросы и у меня были вопросы но сев в тюрьму вот особенно после своего отравления я говорил говорю и буду повторять что Навальный стал в определенной мере мерилом порядочности что те кто продолжают его поливать грязью ну ребят вы меня извините я тогда могу сказать что они маргинализовались хотя я еще раз подчеркиваю к Навальному были вопросы они никуда не делись но пока он в узилище безусловно вы правы абсолютно ведь я тоже входил и вхожу в число тех кто критикует его за крымскую позицию за оскорбление грузин за позицию в отношении агрессии грузии но безусловно тем что он сел такие тяжелейшие условия мест содержания то что над ним издеваются это конечно же говорит о том что он очень высоко гораздо выше поднял уровень планки своей кармы это безусловно безусловно я с вами полностью согласен и василий вот кстати вам я напомню что у нас с вами несколько лет назад был эфир присутствовали вы михаил тавасян и ваш покорный слуга и мы обсуждали освобождение полковника квачков помните этот эфир наверняка вот и вы вспомните что я тогда сказал пока полковник квачков был в узилище я за него заступался как только он переступил порог тюрьмы я с ним на одном конституционном поле голосовать не сяду что называется и вот тут уже вы кстати извините мы прекрасно помним все как только он вышел он сразу сделал заявление которое ну лично мое к нему отношение абсолютно обнулила он сказал что правильно вошли ввели танки на донбасс а киев надо тоже танками брать тут все вопросы уже отпали кто такой квачков вот совершенно справедливо почему извините почему подумал на китварь потому что только такой человек может призывать к вторжению к соседям и убийству соседнего ранее братского народа вот совершенно с вами согласен но пока он был в тюрьме я всегда говорил что я выступаю за освобождение квачкова потому что он сидел за слова не за действия вот чем тут дело и этот бред с покушением на анатолий борисович чубайса ну извините меня это действительно был бред вот и с навальным иная ситуация у меня не такое отношение к нему как к квачкову безусловно у меня просто есть несогласие с алексеем анатольевичем по ряду вопросов сейчас я свои несогласия и вопросы засунул куда поглубже и сейчас выступаю только и однозначно за свободу алексея навального вот и все тут так вот возвращаясь к вашего вопроса правильно ли он поступил с точки зрения авторитета и морального лидера до с точки зрения практической пользы распространение информации не убежден я объясню почему потому что в современном мире возможности интернета они настолько безграничны что в какой бы точке планеты не находился человек если он может представлять информацию доносить до людей информацию он принесет больше пользы поэтому вот почему я и говорю что однозначного ответа на ваш вопрос не то что у меня нет я возьму на себя смелости утверждать что его не существует вот это моя точка зрения но как скажется ну я честно говоря говорил еще до приезда анатолия что ему не стоит этого делать но и вы не ответили еще на одну часть вопроса как вы думаете не обманули ли его некоторые западные лидеры которые кстати уже на пенсии с какими-то гарантиями и обещаниями ведь идти на такой опасный шаг не имея за душой никаких козырей вы знаете по моему это не не шаг умного политика нет в этом плане я однозначно убежден что нет и попробую объяснить почему дело в том что а какие ему могли дать гарантии та же фрау меркель и месье макро секундочку секундочку дело в том что главная гарантия для алексея после того как он вернулся и после того как он сел это его публичность и соответственно ну это надо быть уже очень отмороженным чтобы укокошить алексея навального в тюрьме вот данный конкретно взятый момент но это просто извините меня это уже на это даже путинский сейчас не пойду и это для алексея в этом плане определенная гарантия и алексей на мой взгляд совершенно сознательно шел на то чтобы сесть в тюрьму совершенно сознательно в этом плане я думаю тут ему и не могли давать никаких определенных гарантий из кремля уж тем более вот там их просто быть не могло вот но еще раз говорю вот в плане поднятия своего авторитета однозначно да навальный выиграл в плане практической реализации по созданию какого-то ну если угодно правительства в изгнании и донесения своих идей результатов своих расследований вот тут я не убежден что это было правильное решение потому что как показала практика расследование которое публикует его команда команда навального я имею виду сейчас они хоть и набирают миллионные просмотры но конечно они не идут там и рядом они не стояли с теми расследованиями которые анонсировал сам навальный вот поэтому конечно авторитет навального он намного выше чем авторитет при всем уважении волкова соболь гири ярмаш ивана жданова и так далее то есть тут конечно понимаете василий я скажу таким образом не очень корректно говорить будь я на его месте но мы разные люди я к власти не стремлюсь но я бы вот первое что сделал это постарался бы немедленно эвакуировать из россии не только своих соратников но их семьи и организовал бы вещание уже именно вот на таком уровне плюс плюс вот это кстати один из вопросов моей критики алексея навального плюс у него был великолепный задел конкурса блогер который был семнадцатом году и результаты которого он в общем-то ну профукал ну он ли объединительный да 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 создание пула создание пула блогеров единомышленников которые занимались бы взаимным пиаром и и действительно это был бы очень сильный удар вы гораздо сильнее но навальному в этом плане пожалуй виднее тут мне сложно его критиковать да и не имея права я его критиковать в этом отношении но я думаю что ну вот как то так вы знаете я позволю себе не согласиться с некоторыми вашими тезисами вы говорите авторитет навального вырос да он вырос но толку с него толку с него когда этого человека его выход на свободу зависит только от одной вещи от физической кончины путина а это как мы с вами уже говорили может произойти совсем не скоро поэтому толку от авторитета извините ну и потом вы говорите что укокошить путин не решится навального абсолютно не согласен этим по моему человек который грозит уже ядерной дубиной нато и америки ему уже пофиг на всех навальных и на их мнение и мне кажется и запад настолько тухлый прогнивший что никаких санкций особенных за это не будет потому что они как уже неоднократно заявляли считают это внутренним делом россии и что это к ним особого отношения не имеет уже были такие заявления на самых разных уровнях ну вот сидит человек никто за него абсолютно никак не вписывается на западе удали там до премию сахарова как вы мы с вами знаем и тоже это кстати было в этом году ну а толку но что он с этой премии там будет делать в лагере поэтому тут конечно же есть вопросы я возвращаюсь к событиям года вот совсем совсем недавно московский городской суд в кавычках суд потому что это на самом деле все суды в российской федерации это оккупационные террористические организации участники которых должны отвечать перед народным судом но мы надеемся что это произойдет уже в этом году хотя тут я друзья уже похлеще соловья фантазирую ну ладно я хотел бы у вас спросить не является ли юрий по вашему мнению ликвидация мемориала я об этом говорил не является ликвидация мемориал мемориала самой знаменитой староизвестной правозащитной организации которая известна прежде всего тем что она разоблачала репрессии 30-х 40-х 50-х годов что она собирала все эти данные и является столпом того чтобы репрессии снова не повторились то что перед 22-м годом ее ликвидировали то что календарь чудесным образом 22 года совпадает с календарем 37 года имеется ввиду числа дни полное совпадение 38 37 совпадал 21 ладно неважно мы говорим тут конечно это более шутка была мы не нумерологи с вами не конспирологи но здесь мемориал конечно имеет значение то что разрублена такая авторитетная структура символ борьбы с репрессиями возвращаемся к ним юрий и да и нет я сейчас объясню почему и да и нет до ликвидация мемориала пока это знак всем что ну да мы людоеды это знак скриминга дамы отмороженные дамы долбануты мы стремимся в советский союз мы так сказать обеляем сталина мы обеляем любую сволочь которая из чека и мы обеляем саму эту организацию да это знак но я прошу не забывать об одной вещи дело в том что вот вся эта верхушка начиная с владимира путина они чудовищно трусливы и поэтому это репрессии конечно же это будут не расстрелы массовых расстрелов не будет и гулага как такового тоже не будет потому что вот нравится это кому-то то что я сейчас скажу не нравится но это факт что у гулага была очень значительно экономическая составляющая потому что такие города как беломор ну такие стройка беломорканал комсомольск на амуре и так далее все это строилось руками а что сейчас строят господа кремлевцы позвольте полюбопытствовать так собираются что возрождать беломорканал вы разве не не в курсе этой новости замечательно я вас умоляю я вас умоляю они же выпустили финн же предлагал привлекать заключенных уже это все слова потому что на самом деле вот я приведу пример тоже минувшего года корвет проворный проворный который сгорел когда из вместо восьми корветов было построено 2 за 8 лет один из которых сгорел и на его восстановление требуется 5 лет какие стройки привет там распил бабла ничего больше собственно говоря их все это интересует вот вся эта система их интересует только в плане того чтобы получать деньги ведь система в син это огромнейшие деньги связаны со взятками с тем чтобы получить дачку с тем чтобы кабанчика передать уж извините я на фене заговорил но думаю в бывшем советском союзе этого этот жаргон знают все и то что человека посадить это очень большие деньги для его семьи и так далее очень большие деньги и мы видим что вот цапки как они сидели с шашлыками как выражается опять же владимир владимирович с бладжеком и шлюками это же было это глупо отрицет вот поэтому в случае тут только на вот такая экономическая составляющая здесь на самом деле вот в то в этом обелении преступлений чекистов и соответственно ликвидации мемориал есть еще одна деталь о которой частично мы только что сказали минуточку а что что позвольте полюбопытствовать это братья может предложить российскому обществу какое движение вперед айфоны компьютеры программное обеспечение но биотехнологии что матерное слово пропускаем ничего кроме движения назад кроме победобесия кроме этой малопонятной духовности и так далее вот кстати говоря тоже предновогодняя новость что александрийский патриархат вместе с приходами пасховой он переходит в рпц напоминаю александрийский александрийская православная церковь это православная церковь всей всея африки ребята я не шучу василий вот хорошо явно тысячи века вагнера не обошлось хотите я сейчас покажу я сейчас ведь покажу этот эту новость на сайте взгляд новость от 30 декабря ребята я не шучу то есть теперь будут делать православных крокодилов и в рпц в реке лимпопо а также бегемотов видимо я предполагаю ну честно говоря после такой новости о мировоззренческих вопросов владимир михаловичем гундяевым мы потом поговорим но отныне я их фанат ребята ну такой подарок преподнести это конечно суметь надо ну ладно и вот это движение назад еще три тысячи лет назад древнегреческие философы говорили в одну и ту же реку не взял эти дворцы вот те кто две направляют общество назад это живые мертвецы это мертвецы это зомби вот как мне вот как объясните мне как мне их еще вот иначе описать но это же надо додуматься что в 21 веке направлять общество в средневековые скрепы дух и так далее а религии сделать победописи вот как как это соотносится с сегодняшним днем я не понимаю поэтому в данном случае ликвидация мемориала это логичное действие со стороны кремля потому что разрушают картину в духе 17 мгновений не весны картина вот этих вот чекистов с холодными руками пустой головой и каким-то там сердцем потными ногами я не знаю мы с вами не только подводим итоги года но и попытаемся с вашей помощью сделать какие-то прогнозы и конечно же всех беспокоит я уверен что и в российской федерации тоже большое количество людей беспокоит ситуация вокруг украинских границ вокруг украинско-российских границ ситуация в оккупированном донбассе в оккупированном крыму и на этом фоне президент сша джон байден два раза уже говорил по видеосвязи с кремлевским террористом ваш прогноз чем это тревожная ситуация закончится успокоите ли вы людей которые конечно же случае полномасштабного военного конфликта могут погибнуть в огромных количествах либо действительно нам стоит опасаться что этот шизанутый двинет танки на киев значит конечно 2022 год будет хуже чем 21 это совершенно очевидно но есть и хорошая новость конвенциональной полномасштабной войны с украиной не будет максимум что это будет это будет поставка техники и боевых бурятов или боевых папуасов на донбасс вот и все этим все и закончится никакой полномасштабной войны не будет и позвольте дорогие друзья мне это доказать а не просто сказать я привык доказывать в отличие поскольку профессорского звания у меня нет я вынужден доказывать вещи так вот дело в том что это статичная группировка она находится в двухстах километрах от украинской границы соответственно в район сосредоточения она не направилась она не дислоцирована в районе сосредоточения то есть наступление начинать нельзя со 100 тысячной группировкой начинать наступление на киев но это надо быть самоубийцей потому что украинская армия 2022 это не та армия две ты образца 2013 это как говорится две бы не до 14 извините я говорился это две большие разницы я напомню вам события 1979 года тогда мы помним был китайско-вьетнамский конфликт где советский союз однозначно выступал на стороне вьетнама и когда китай а до сих пор нет в мире однозначной трактовки кто виноват в этом конфликте кто лучше кто хуже я не беру это вот эти оценки я просто напоминаю события ссср тогда однозначно выступал на стороне вьетнама весь тихоокеанский флот был поднят по тревоге тогда авианесущая группировка я не помню то ли это было авианосец киев то ли не помню название но несут она направилась в южно-китайское море и в составе там были два бдк больших десантных кораблях значительная часть сибирского военного округа была передислоцирована на границе китая и вышла в районы сосредоточения и после этого китай отводит войска из вьетнам вот то есть слова да были грозные заявления тасс в то время но слова подтверждались действиями а давайте мы проанализируем а как и василий а вот давайте мы с вами сейчас вспомним чем подтверждалась вот эта группировка давайте заявление константин ксачева там бла-бла-бла мы будем защищать русских заявление героя российской федерации генерал-майора полиции академика 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 рамзана ахмадовича кадырова главы чеченской республики заранее я и заранее извиняюсь перед кадры но как но это правильно что с его точки зрения украину надо присоединить к чеченской республике категорически поддерживаю это будет республика чук чукотско украинского извините я говорил все чеченско украинская кадыризация чук ну еще аркадий петрович кайдар написал чук и гек вот чук вот но мы сколько угодно можем над этим ржать но вы понимаете друзья мои что это вот бла-бла-бла и никаких подтверждений нет вы если вы после этого мне не верите я понимаю вам противно вас от того что я сейчас вам предложу у вас будут рвотные позывы но все-таки вы уж меня извините сделайте это пересмотрите новогоднее выступление владимира владимировича путина который перед камерами на фоне хромакея в бронежилете ребят ну вот и вы мне всерьез хотите доказать что человек такой безумной храбрости он пойдет на конвенциональную войну перестаньте чем кстати говоря сильнее украинская армия которая кстати говоря в отличие от российской армии очень хорошо мотивирована как мотивирована российская армия позвольте полюбопытствовать василий ваша гипотеза только цензурно ну если цензурно я я считаю российская армия мотивирована вплоть до первых выстрелов по вплоть до первых боевых действий потому что им не за что воевать они они побегут по домам мне так кажется когда увидят первые танки опут да я вам больше того скажу ребята вот я в последнюю неделю 21 года на одном из стримов просто показал как в юрге введя его опг рэкетирует в военнослужащих контрактников и офицеров деньги у них отнимает опять же василий я готов сейчас показать и это не желтая пресса сообщает это целое явление арестовали там этого товарища и выпустили камысов как-то фамилия или вот не важно камысов толстомясов это не суть важно ребята я вот тогда вот с вот глазами на стриме говорю ребята приведите мне пример хоть одной армии где офицеров рэкетируют бандиты не партизаны не а бандиты просто деньги у них отнимают я задаю вопрос а у офицеров кобуре что пистолет или хрен собачий чем вооружена эта армия какая у нее мотивация и посмотрите вот под моим стримом комментарии вы ужаснитесь ни одного комментария ни одного не было типа того что да как они посмели поднять руку на военных это же наши защитники вот я уже иначе ведь могу поставить вопрос вот я нахожусь сейчас в израиле вот это выше моего понимания чтобы в израиле вообще нашелся какой-то идиот которым бы пришло в голову начать отнимать деньги у военнослужащих но во первых здесь солдаты ходят и офицеры они всегда при оружии его просто пристрелили бы вот и все вот и все а с другой стороны такому товарищу из израиля нужно бежать до канадской границы опережая собственный визг потому что тут к солдатам тут карме относятся как к детям как своей семье я уже много раз рассказывал что в израиле солдат может уйти в увольнение с одним шекелем и прийти с этим же шекелем с пьяным нос в табаке потому что если он приходит в магазин в очереди обязательно кто-то скажет сынок я за тебя заплачу это выражается любовь к армии тут действительно попробуй попробуй ракетировать солдат а в россии что причем меня поразило некоторые офицеры даже говорили не ну чё ну все платят но и мы должны платить во во и это армия это с таким же успехом можно стадо баранов извините одеть в военную форму нацепить шевроны российской армии и вперед из песней и это мотивация кому нужна эта армия но вы же задали вопрос про украину какое наступление на украину какое если в 2014 году путин не решился ввести уже объявить украине войну двинут танки на киев вы что думаете он сейчас начнет да ни черта он не начнет его это вот заявление я вчера делал ролик на эту тему что он заявил байдену что если будут санкции то будет полный разрыв отношений ого конечно это наверное американцы дети американские элиты учатся в пензенском пт-у и хранят деньги в сбербанке ну не иначе не иначе вот так ребята какой разрыв отношений вы вообще о чем и вот это бла-бла-бла это козыри это дополнительные козыри ах ты не хочешь так сказать давать мне какие-то безумные гарантии я тебя еще козой пустращаю и вы при таких условиях хотите мне всерьез сказать что это будет возможно какое-то наступление добрости будут угрозы будут пакости будут будут вот тут к бабке не ходить пакости это да гибридные юрий вы знаете вы правильно заметили что скорее всего к сожалению 22 год будет хуже чем 21 как бы мы желали не желали обратного но мы видим что последний опыт последних лет показывает противоположные я лично не понимаю почему 22 год должен быть лучше вы знаете мне вообще кажется что 21 век кем-то проклят потому что как-то стремительно ухудшается жизнь людей в плане свободы прав прав человека я вижу что с каждым годом все больше закручиваются гайки причем не только в российской федерации у вас нет такого ощущения что все катится куда-то в задницу изменить становится жизнь сложнее я не спорю но в данной ситуации есть только одно лекарство дорогой василий дорогие зрители только одно лекарство от ухудшения жизни не давайте себя сломать люди сами не ломайтесь был такой не очень хороший человек если это я мягко говоря точнее очень нехороший человек генерал гейнс мудря в годы второй мировой войны но у него в дневнике была одна запись и я ее процитирую нет отчаянных положений есть отчаявшиеся люди я процитирую еще михайла фанасича булгакова все будет правильно на этом построен мир поэтому друзья вот главное пожелание в новом году не ломайтесь не ломайтесь вот вот это на мой взгляд главное это с моей точки зрения да друзья делать что должно быть что будет я предлагаю конечно же вам еще внимательно следите пожалуйста за своим здоровьем наступающим в следующем годах не ешьте зрителей тоже конечно я и вас персонально юрий имею ввиду ешьте здоровую пищу желательно ищите что-нибудь домашнее занимайтесь если не спортом то хотя бы долговременными прогулками побежками почаще бывайте на свежем воздухе и тогда вряд ли вас возьмет какой-нибудь там новомодный вирус спасибо всем большое спасибо вам уважаемый юрий за подведение итоговый прогноз на следующий год и я приношу свои извинения что мы с вами не так часто встречались как нам хотелось бы постараемся с вашего разрешения делать это чаще и вам спасибо уважаемые зрители с удовольствием и в конце я хочу еще добавить одну важную вещь слава украине без этого всего доброго до свидания